всем привет меня зовут лиза и добро пожаловать на мой канал сегодня мы с вами будем оформлять планер на ноябрь можете смотреть это видео если вам интересно такой формат и поэтому давайте начинать изначально я начинаю все с оформления календаря тут я пишу и всякие события которые точно произойдут например там по типу там маникюре куда-то записалась ли мне в больницу что-то надо но в общем те события которые точно скорее всего не отменятся я все почти оформляю на английском то есть всякие привычки текст и так далее не написано на английском но только дела я пишу как бы на русском не знаю почему но мне на английском оформлять намного удобнее далее я делаю трекер привычек скажем так я сверяюсь как бы с прошлым поэтому там видно что я перематываю дорогие странички ставила я получается тренировки те дни когда я выкладываю видео и инстаграм посты когда я выкладываю и как бы без сахара то есть я убрала чтение потому что я вообще почти перестала читать не знаю почему мне как-то отпало желание как бы я не вижу смысла читать если у меня нет желания как бы соответственно читать этот ежедневник кстати с алиэкспресса поэтому я ссылку вам обязательно оставлю в описании очень классный ежедневник я на видео забыла показать но это ежедневник на 160 страниц то есть 80 листов он черный в твердой обложке у него есть как бы резиночка такая которая закрывает ежедневник есть закладочка и в самом конце есть кармашек а также сбоку есть такая как бы петлика под ручку сейчас я расчерчиваю неделю на ноябрь получается мне удобнее чтобы была неделя на одной страничке потому что планов у меня не сказать что супер много но нормально как бы и поэтому мне вот такого вот оформления вполне хватает если что могу писать в два столбца они в один то есть я помогу написать полностью ряд в каждой клеточке и могу рядом еще в столбец написать сейчас уже начинаю вводить надпись на выбор плен я старалась сделать в стиле леттеринга начата у меня нифига не получилось я планирую этому научиться но что-то что-то не идет обвожу я все капиллярный ручка я не знаю покупала в ленте там был какой-то набор из капиллярных ручек и мне в принципе так нормально либо же гелевый то есть мне не принципиально в принципе я использую маркер цвета 757 это тамбов вроде бы маркеры называются оставлю ссылку на них в описании очень крутые маркеры я заказывала 10 штук за 1700 примерно они просто великолепны то есть я сама выбрала цвета вы пишите продавцу вот как бы пожалуйста скиньте мне таблицу ваших цветов всех он вам скидывает они идентичны просто с тем что вам придет в итоге вот они просто одинаковые сейчас вот я использую наклеечки это наклеечки не знаю что это за фирмы все такое но они точно есть на алиэкспресс вы можете их там найти я покупала у нас магазине школьника новосибирске я вам тоже напишу адрес в описании видео то ли они 85 рублей примерно за 6 листов они их как бы перекупили с алиэкспресс и ясен красен но они не сильно большую наценку сделали поэтому ничего страшного далее также я пытаюсь обвести вот этих хэббит стрекер леттерингом но не опять ничего не получается в принципе ничего нового но вот этот маркер мне ударила моя подружка даша я не знаю где она купила поэтому тоже не могу сказать вам что он как он но я думаю что в каждом канцелярском магазине или в каждом художественном магазине вы сможете такое найти а а Субтитры сделал DimaTorzok Для дальнейшего оформления трекеров я буду использовать серенький маркер N75, потом голубенький маркер 553 номер, желтенький маркер 991 и зелененький маркер 243. Также еще хочу сказать, что эти маркеры двухсторонние, то есть есть там наконечник пуля и наконечник браш. Я использую только наконечник браш, потому что я считаю, что он самый лучший. Субтитры сделал DimaTorzok Там очень сильно скачет свет в этих отрезках. Извините, пожалуйста, простите, я не хотела, чтобы так вышло. Я сразу оформила на две недели, потому что так удобнее мне немножко. И для вот этих полосочек на неделе я использую маркер N75. Вот, я вам скину в описании также, какие цвета я заказала, чтобы вы как бы немного хотя бы ориентировались. И в принципе-то вот такое вот было оформление. Я надеюсь, вам понравилось это видео, оно было недолгим. И на этом было все. Спасибо большое за просмотр и всем пока. Всех целую. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok